Сегодняшнее событие стало важным не только для жизни каждого, кто был сегодня в этом зале, но и для всей страны. Ведь награждение достойнейших граждан. Государство – это подтверждение заслуг и успехов страны. Именно с такого утверждения начал сегодня свою поздравительную речь президент. То, что в зале собрались представители разных профессий – врачи, преподаватели, ученые, военные – говорит о том, что в различных отраслях народного хозяйства люди работают на совесть, в полную силу, сказал Александр Лукашенко, открывая церемонию. По труду и награды. Сегодня были вручены два ордена Отечества третьей степени. Один из них – председателю СПК Скобин Копольского района Анатолию Будько. Выбор не случайен. В списке награжденных представителей Минской области – те, чей труд стал основой ее успеха. Столичный регион уверенно удерживает первенство по комплексным показателям. Орден Отечества вручен и представителю другой сферы – образования. Готовя кадры для химико-лесного комплекса Республики Беларусь и Советского Союза, и оказавшись в трудном положении после его распада, коллектив университета сохранил, не только сохранил все самое лучшее, что было, но и значительно приумножил по многим показателям его достижения. Среди тех, кто выходил за наградой, было немало специалистов, вручих белорусского автозавода Реческого-Бетизного, Жлобинской меховой фабрики «Белфа». Особо отмечен труд нефтяников. Каждая добытая тона отечественной нефти в современных условиях представляет особую ценность, сказал президент, вручая награды представителям «Беларусьнефти». Поэтому сейчас уделяется огромное внимание геолого-разведочным работам, бурению скважин, развитию промышленного сервиса. И все же не наши недра – главное достояние, а наши люди. И чем их больше, тем лучше. Это глубокое количество родов, не только повторных, но и третьих, четвертых. Мы с интересом это прослеживаем. И та работа, которую мы делаем, это мизер, наверное, по сравнению с тем, что делает наша страна. Я хочу пожелать в этот очень значимый день для меня, для наших женщин и наших детей, пожелать всем здоровья, успехов по процветанию нашей страны. Нынешняя церемония награждения имеет отношение не только к истории одного государства, а двух – Белоруссии и России. В зале представители Российской Федерации. Все они – наши соотечественники, волею судеб, оказавшиеся далеко от Родины, но не забывшие ни своих корней, ни своей культуры. Особенно приятно вручить награды тем нашим соотечественникам, которые, живя в России, вносят большой личный вклад в укрепление творческих и дружеских связей между нашими братскими народами. Не ошибусь, если скажу, что ваша работа не менее важна, чем дипломатическая. Популяризируя белорусское культурное наследие за рубежом, являясь своеобразными послами доброй воли, вы создаете притягательный образ своей Беларуси, раскрываете мудрый, спокойный, миролюбивый, созидательный характер нашей прекрасной Родины. Спасибо вам за это. Медали Франциска Скарина увезут в разные регионы России этнические белорусы, которые сегодня получали эти награды от белорусского президента. Для нас, белорусов, живущих в России, это особый праздник. Отмечена наша скромная работа на протяжении многих лет, точнее, с 1991 года, когда была создана первая общественная организация белорусов России. А Людмила Счастливенко уезжает в Новосибирск с еще одной наградой. Правда, совсем другого плана, но для нее тоже очень значимой. Став победителем конкурса между регионами России и Беларуси, она увезет с собой в Сибирь белорусские национальные костюмы. Мы бережно все храним, что связано с Родиной. Это все у нас, ну, мы готовы за это отдать жизнь, понимаете. И вот в далекой Сибири за тысячи лет Минска нас согревает уверенность в том, что Родина помнит нас, заботится о нас и очень-очень нас любит, чему свидетельством будет сегодняшняя моя награда. Эта церемония запомнится и другим знаменательным событием. Еще одним народным художником в нашей стране стало больше. Явление весьма редкое для белорусской культуры, что, однако, совсем не умаляет его значения, а скорее наоборот. Да, народным стать у нас непросто, сказал президент, присваивая это высокое звание художнику-скульптору Ивану Миско. Меня часто критикуют за то, что мало у нас народных. Их на одной руке по пальцам можно пересчитать за время моего президентства. Но народные это сродни героев Беларуси, поэтому их много вряд ли может быть. Но и тенность этого звания очень высока. Заслуженные звания лучших в своей профессии достойны сегодня представители разных сфер. Строители, ученые, врачи и связисты. А обещание служить Отечеству и стране звучало сегодня 11 раз. Офицер – это очень серьезное понятие. Как сказал один из выдающихся полководцев, что нужно ценить офицера, ибо это тот, кто от века и поныне до конца дней своих стоит на страже государственности Отечества своего. И сменить его на этом посту может только смерть. Поэтому оценка труда военнослужащих, главой государства, имеет для всех вооруженных сил колоссальное значение. Эти люди, каждый в своей отрасли, каждый на своем рабочем месте, не просто выполняли свою работу, а делали это лучше, чем остальные. Поэтому и попали в этот зал в качестве главных участников события, ставшего значимым для страны. И пусть не в последний раз, сказал президент на прощание. Светлана Конопадская, Андрей Христин и Николай Лошкевич, агентство теленовостей. Светлана Конопадская, Андрей Христин и Николай Лошкевич, агентство теленовостей. Песни твоих песнеров и левоних и бойкой звучанье В юге майских полетских садов и сожженной хатыней молчанье. Белый аист в Россию летит над синеющей гладью озер. Белый аист как путь, да спешит воскресить единение сестер. Зовом предков из древних времен и славянской дружбой повенчан, Символ наших победных знамен, обогрённых в Смоленске и в Бресте. Эту память у сердца храним. Мы по вере и духу родные, звоном всех колоколин своих. Белый аист в Россию летит над синеющей гладью озер. Белый аист как путь, да спешит воскресить единение сестер. Белый аист как путь, да спешит над синеющей гладью озер. Летит Летит Летит